Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Волков ТВ. Рад вас всех приветствовать. Сейчас я нахожусь в Польше и гружусь резиной. Поедем мы с вами в Германию. Гроссмеринг я когда-то такой рейс уже снимал, возил. Вот, приехал сегодня в Польшу с груженным прицепом с запчастями Фольксвагена. Отцепил прицеп, зацепил пустой прицеп, приехал грузиться. За неделю уже поменял два прицепа. Вот, не люблю эти замены прицепа, уже все наладишь. Потом опять приходится под себя подстраивать, налаживать. Там ремней не хватает, там уголков, там резинок не хватает. Ой, а у меня еще, прикиньте, груженный был сейчас прицеп, который немного укомплектовался. Все, и получается в прицеп положил там канистрочка у меня была, метелка была. Потом такая палка, чтобы поперечки вверх поднимать. И получается, у меня под пломбой все там осталось. Ё-моё, я просто не знал, что у меня будет прицеп. Приехал в Польшу, сказали менять прицепы. Ну ладно, что есть, то есть. Сейчас на часах у нас без 22. Я думаю, где-то еще часик-полтора меня будут грузить. И поедем мы с вами. Доехать нужно до границы, до губинка. Это 200 километров. Нужно заехать на сейф. Нужно заехать в магазин, по возможности. Как там время будет, непонятно. И нужно заехать заправиться на две заправки. На одной заправить дизель, на другой от блю. Вот, рейс, этот груз, точнее, должен был еще грузиться вчера. Я чей-то груз сейчас забираю. Не знаю, по каким причинам он не загрузился. Вчера в 12 ночи должен был грузиться. Сегодня у нас 8 декабря. Вчера было 7. И выгрузка 9 декабря. В час дня. То есть, не знаю, успею, не успею. Как я там доеду, как сейчас загрузят. Ну, я постараюсь, конечно, постараюсь. Но это очень сложно будет успеть завтра на час дня. С тем учетом, что километраж где-то 700... 750, там, 730 километров где-то общий. Вот. И будет зависеть от того, как быстро сейчас меня загрузят. И плюс еще надо много куда заехать. Короче, будем смотреть, получится, не получится. Будем кушать, ребята, с вами сейчас. Мясо такое с рисом. Уже приготовлено, только нужно разогреть. Жарится вкусняшка. Так, забрали документики. СМР-очки наши сейчас. Сверить номер пломбы надо только. 953,7. 953,7. Все нормально. 001. Кстати, шнурки что-то немного короткое. Наверное, впереди много накручено. Не получилось сюда просунуть в эти дырки. Ну, ладно. Так пойдет. Посмотрим, что там накручено. Прицепчик у нас другой. Ну, ничего. Две недели с тобой поработать и все. И в отпуск. Да, здесь накручено. Два раза можно было меньше крутить. Ну, ладно. Отправляемся на сбой. Это загружено резиной бридж-стоун. Это вот в Познане бридж-стоун. Здесь они расширяются. Этого здания буквально. Вот этих вот всех зданий. По левой стороне. Вот днющая. Короче, это одно. Там несколько хер пойми. В общем, буквально месяца, наверное, 4 назад не было. Вот все отстроили. Бридж-стоун расширяется. Ну, вообще, короче, шикардосик здесь у них происходит. И вообще, как бы, резина бридж-стоун. Ну, говорят, что неплохая резина. Сейчас жду с этой вот будки, с вагончика. Выйдет мужичок, проверит пломбу. Документики. И он еще может дать трубку, чтобы я подышал. Употреблял ли я спиртные напитки. Но это обычно после ночи делают, когда тут ночью грузишься. Хотя днем может делать. Что-то я не помню. Но здесь частенько грузимся, когда в Польшу съезжаем. Резиной. По-разному. Кто-то дает трубку, кто-то не дает трубку дышать. Доведение, пан. Поехали, короче, проверили. Пломбочку, ничего нам не дали подышать. О, вот на этом прицепе ленивец хоть поднимается. Хоть что-то хорошее. Смотрите, сколько у нас топлива, ребята. Как бы показывает на 300 километров, но стрелка на нуле лежит. Когда заезжал на загрузку, было 100 километров. Там 120, по-моему. Вот, стрелка на нуле. Я не знаю, может заехать, заправиться на заправочку обычную. Заправить литров 50. Потому что до заправки у меня 60 километров. Ну, посмотрим. Впереди меня ждет пробка на 10 минут. Буду там стоять, тарахтеть. Если что, заеду на заправку еще на бипишечку. 50 литров залью. Эта заправка где-то через 20 километров будет. Вот, ну, как бы пока нормально на 300. Я был доводил до такого, что оно показывало там уже знак меньше, меньше. И было там 50, что-то такое, 20. Короче, до такого доводил. Рискнул был один раз. Но этот риск мне стоил столько, не знаю, эмоций. Столько адреналина. Столько такого мини-стресса. Еще там ехал, знаете, Германия, Кассель, Семерка. Кто знает, оранжевые. Кассель, Семерка, там горы. Боялся, блин, сейчас если воздухо хопанет. Здесь мы уже не поедем. То будет капец. Но доехал я до заправки. После того момента я больше так не балуюсь. Но сейчас это еще ерунда. Все будет хорошо. Там ремонт, короче, перекопали. И все. Нахер сужение с двух полос в одну. В общем, планирую, конечно. Точнее, не планирую. Хотелось бы планировать. Заехать, покушать. Но, к сожалению, на пути ничего нету. Еду я, получается, по 92-ечке. И там перед порт 2000, кто знает, ухожу на 276-ю. Поеду в сторону Губинка, на Губинок. Там на 32-ечку. И там вообще нет, короче, ничего. Ни нормальной кухни. Ни какой-нибудь столовки, кафешки. Еще что-то все как-то очень печально. Можно было бы, конечно, попросить, чтобы разрешили поехать через Берлин. Там очень много столовок. Вот на порт 2000. Можно заехать там еще, короче, и в одном месте. Не знаю, как называется. Ну, в общем, можно заехать. Но, ладно, не будем наглеть. Я уже как-то просил два раза ездить через Берлин там постираться. Туда-сюда, там стиральные машины. Короче, перестраиваемся мы аккуратненько. Мне разрешали. Там плюс 20 километров. По дороге, конечно, немножко дороже выходит. Не будем наглеть сильно часто ездить. Поедем сегодня по маршруту установки компании. По бесплатным дорогам. Вот машинки здесь еще ездят. Ремонтируют, короче, поперек дороги. Перекрывают ее здесь, поэтому пробка. Решил я на заправку не заезжать. Еще 155 показывает. Казалось бы, уже выезжаю из города. И еще одна пробка. Непонятно по какой причине. Показывает 6 минут. Вот. Прошу. Добро пожаловать в пробку. Называется. Вот сюда нам нужно заехать на заправку. Оставить документы. И здесь есть магазин. Бедренка. Достаточно такой большой магазин. И здесь, конечно, проблема с остановкой. Но я вот думаю сюда остановиться. Знак здесь висит, что остановка запрещена. Да похер. Аккуратненько сейчас встанем. Я уже остановился здесь один раз. Ну, я хотел на парковку. Раньше нашу фирму пускали на ту парковку. Сейчас не пускают. Вот. И я... Так, сзади машина. И я хотел туда заехать. И заправщик сказал, короче, остановись здесь. Я ему говорю знак. Он говорит, да, ничего страшного. Ну, я, короче, остановился и побежал в магазин. Сейчас поставлю тоже машину на аварийку, как в тот раз. И занесу документы и пойду в магазинчик схожу. Чик, аккуратненько так встанем. Ну, в принципе, никому не мешаем. Вот так ласточка на аварийке осталась стоять. В таком конверте документики. Номер машины, фамилия. Сейчас положим это в сейф. Вводим пин-код. Чик. Открываем сейф. Опа. Китаем сюда папочку просто. Вот. Как-нибудь так. И здесь сказали, что должен где-то быть листик, в котором нужно написать всем водителям, кто едет через сейф, кто когда уезжает домой. Сейчас мы посмотрим, есть ли здесь такой листик. Такое вот заявление на отпуск нужно заполнить. К сожалению, у меня ручки нету. Сейчас занесу это в машину, схожу в магазин, потом приду с магазина, заполню и положу обратно в сейф. Ну, это такой поход в магазин, знаете, ребят. Все, надо быстро делать, спешишь, торопишься. Сейчас по магазину будешь так бегать, шук-шук-шук-шук. То-то-то-то-то, что-то там забудешь, что-то там это. Короче, это не поход, это так, ерунда. Идем в бедреночку, буреночку. Как ее там еще называют. Наверное, один из самых популярных магазинов продуктовых в Польше. Заносим наше заявление обратно в сейф. Сходил уже в магазин, закупился. Цена заправки, господа. Надеюсь, влезет 800 литров. Как вы думаете, влезет или не влезет? За 200 литров бонус 20 злот, он написан на табличке, видите? 20 злот за 200 литров. Можно будет что-нибудь посмотреть интересное. На 80 злот. В правый бак влезло 280 литров. И теперь надо, чтобы в левый бак влезло сколько? 520 литров. Чтобы было 800. Потому что если будет, допустим, 799, то дадут на 60 злот, а не на 80. Надо, чтобы именно было 800 литров. Тогда будет 80 злот. То есть за каждым 200 литров дают 20 злот. Если меньше, чем 200 литров, то тогда не дают ничего. Ну, я думаю, 520 влезет. Должно. Йоу-йоу, 560 литров. На 40 литров даже больше. Идем рассчитываться. В общем, ребят, на 80 злот что можно купить? Хочется что-нибудь такое полезное купить. Что-нибудь такое большое, полезное. Что-то выбора особо здесь нету. Думаю, может взять автомобильный трос. Легковую машину закинуть. Пусть валяется. Лишним не будет. Пригодится. 40 злот. Чего-то здесь больше ничего не вижу такого полезного. Все остальное вроде как есть. Зарядки, наушники. Стеклоочистители. Без понятия, господа, что взять. Вот, ребята, что взял. На бонусы такой ремешочек. Маленький. Ну, вот между ручками затягивать. Просто пусть будет. Может, когда-нибудь буду стоять в небезопасном месте. И вот такой трос на легковой автомобиль. Сколько? До двух с половиной тонн он идет. Ну, в легковую машину закину. Пусть валяется. Может, придется когда-нибудь кого-нибудь выручить. Ну, или меня кто-нибудь выручит. Ну, и кофе, в общем. И такой вот бутербродик. Сытненький. Все это на 82 злот. 2 злот еще доплатил. Ну, 82 злот их. Это где-то около 20 евро. Где-то, может, каких-то 17-18 евро. Вот такой приятный бонус. Совершенно бесплатно за то, что заправился. Осталось, ребята, одна единственная остановочка. Это где я буду делать паузу 9 часов на заправке BB на границе уже непосредственно самой. И там мне нужно заправить от Блю. Вы, конечно же, можете подумать, почему я не купил от Блю на этой заправке, где заправлял топливо. Да потому что его там нет. Поэтому не купил. Мы заправляемся на определенных заправках. Короче, вот такая заправочка, где нет от Блю. Еще вот по правой стороне заправка. Сейчас мы проезжаем тоже в Непик. Можно было бы на нее заехать, заправить от Блю. Но у меня от Блю еще хватает. Очень много. На 900 километров показывает. Поэтому уже на границе заправлю тогда. Русский дальнобой впереди стоит. Пацаны крутят землю колесом. Сейчас, хлопцы, затанкуем амблюшечку полненькую. На этой бибишке что-то нет перчаток. В целлофанах. Опачки. Опачки. Допелно. 24 литра уже. Литр от Блю всего лишь 2 злотых стоит. 2,20. 2,19. В бак мерседесовский. В низкорамник, по крайней мере, лезет 60 литров. Там 62 что-то в этом. Сюда где-то, я сейчас думаю, литров 50 точно должно заходить. Может 55 каких, сейчас посмотрим, сколько сюда зайдет. Так, уже 50 литров и сейчас будет щелчок. Чик, все. 53 литра. Ну, угадал, золотая середина. Хочу поделиться с вами одной интересной компанией и АС Логистик. Это немецкая компания. Расскажу сейчас вам вообще, откуда я узнал про эту компанию. И, конечно же, это очень интересно, что там русскоговорящий шеф, как вы поняли уже из названия видеоролика. В общем, ребят, был я на загрузке. Это было давно, 3 месяца назад. Может, там уже что-то поменялось. Я сейчас расскажу, что было на тот момент. Грузился со мной человек, немец. Но в молодости ему пришлось там изучать русский язык. Вот. И он на таком ломаном русском, он со мной разговаривал. Ну, интересовался, на каких я работаю условиях. Как там поляки платят. Вот. И он рассказывал, как в Германии вообще, и о своих условиях труда. Вот. И говорит, типа, приходи на работу, нужны водители. У них машин немного, около 10 машин. Говорит, ну, вообще нету сложно в Германии водителей, нехватка очень большая. Не знаю количество, сколько им там надо. 10 машин. Сколько там? 1-2 человека. Ну, в любом случае, шеф хочет расти, но очень сложно найти водителей. Вот. И, конечно же, если есть европейский паспорт любой страны, он говорит, конечно, приходи, работай. Ну, я у него взял номерок, говорю, у меня пока паспорта нет. Там у нас, как бы, разрешение должно было уже в марте 2020 года появиться, да, чтобы люди из СНГ работали в Германии. Но в связи с ковидом, соответственно, как-то все это приостановилось. И непонятно, этот закон сейчас, то есть, приостановился, стоит на паузе. И когда он там, он вроде как уже одобрился в марте месяце, но в силу он не вступил. Когда он там вступит в силу, непонятно. Я говорю, ну, дай мне номерок, может быть, когда-нибудь и буду я на немца работать. Посмотрим, как там судьба сложится. Вот, он оставил мне мой номерок, ой, свой номерок. Вот, и я поделюсь с вами, только я не дам номер этого человека, именно водителя. Под видео я оставлю сайт компании, там есть сайт, там есть номера. Шеф этой компании говорит по-русски. То есть, я не знаю, там отдел кадров, куда вы дозвонитесь, может, там придется по-английски пообщаться, если вы знаете немецкий, по-немецки. В общем, я думаю, человек, который будет собраться идти в Германию работать, в любом случае надо знать какой-то язык хотя бы немецких. Немецкий хоть как-то чуть-чуть может знать или английский желательно, тоже как бы неплохо. В Германии много кто английский знает. Вот, я оставлю сайт компании, если вам там интересно, вы, думаю, найдете способ, как созвониться и поговорить с шефом. Компания небольшая, поэтому, я думаю, проблем не составит. А лучше всего, ребята, наверное, написать на e-mail, на этом сайте есть e-mail, написать туда письмо, все корректно, четенько, просто написать, расписать о себе там. Все это написать им на e-mail и попросить там номер либо вайбера, либо ватсапа, может, вы там в стране СНГ находитесь, и вам будет проблематично позвонить на немецкий номер. Все это написать, и я думаю, вам ответят. Теперь о условиях труда. Человек говорит, мы работаем там по 10, максимум 11 часов, бывает и меньше. И у нас одни маршруты, работа чисто по Германии, перевозят только пивные напитки. Вот, каждый день дома, каждый день дома, очень редко бывает, когда в машине ночуют, это когда меняют линию, там или где-то в каких-то пробках можешь застрять. А так, в основном, каждый день дома, там делаешь один круг туда-назад и приезжаешь на определенный паркинг, где у тебя стоит легковая машина, легковая машина компании, соответственно, и на эту машину садишься и едешь спокойно к себе домой. Вот, о таком он мне рассказывал, не знаю, насколько это правда, но это, конечно, очень круто. В нашем случае, там, едешь в общагу, либо на съемное какое-то жилье и отдыхаешь. Суббота, воскресенье, постоянно выходной. Автомобили Дафы, Дафы, низкорамники. Ну, как вот у меня Мерседес, низкорамник, перевозят пиво, лергут, в два яруса, 64 палета. Это, ну, машины новые, хорошие, в лизинге, поэтому, как бы, с этим проблем не будет. Зарплата 2 300 чистыми, это уже с вычетами налогами, со всеми, которые вычитывают с зарплаты, остается 2300 чистыми, говорит, без проблем получают. Ну, как бы, работа такая, знаете, чисто и дома обываешь, и сильно не напрягаешься, одни и те маршруты по Германии. И, как бы, несложная такая работа. Вот, поэтому смотрите, если кому-то интересно, то звоните, я думаю, у вас получится. Я не буду номер давать именно водителя, потому что, ну, будете звонить, он не будет понимать вообще, что происходит, что мне звонят. Я же вроде там не работаю, я мою каким-то посредником, чтобы устраивать на работу. Ну, я думаю, вы это понимаете. Поэтому, кому интересно, кого это заинтересовало, я думаю, у кого есть возможность работать в Германии, у кого есть паспорт любой страны Евросоюза, то можно попробовать. Всем спасибо за внимание, смотрим ролик дальше. Помыл немножко щетка окно. Чисто все. Супер. Конец страны. Польша. Пол девятого. Вот, сохранен. Выходим. Отпочинок 9.11. Я, ребята, прошлую ночь ночевал вот на эти где, где-то вот либо третья, либо четвертая полоса. Я здесь ночевал. И вот сейчас обратно приехал сюда. Получается, вчера доехал до границы, сделал паузу, поехал в Познань, отцепил прицеп, зацепил другой, загрузился и обратно вернулся сюда. Мне здесь нравится эта вот новая Бипи, ее недавно построили. Она вот так светится здесь, короче, все очень ярко и мест много свободных. Ну и вообще внутри свеженький ремонт, все чистенько, аккуратненько. Туалет, душ. Все, короче, супер. Буду отдыхать. Не знаю, думаю, может картошечки пожарить, почистить. Стою только 9 часов. Желательно, конечно, спать, лечь. Ладно, сейчас подумаю немножко еще. Как-то это все очень затянуться может. Прошлую ночь сколько? Я 6 часов поспал. Но эту надо поспать хотя бы часов 7-8. Ладно, наверное, буду ложиться. Завтра, может, время будет. Иду впритык, впритык, впритык. Получается, пауза через 9 часов закончится. У меня в пол шестого утра я могу ехать. И ехать мне 6 часов 42 минуты, плюс там пауза 45 минут. Ну, грубо говоря, возьмем там где-то затрудненное движение. Может, пробочка небольшая. 7 с половиной часов возьмем. То есть, я еду в пол шестого. В час мне надо быть там. Впритык. Ну, реально впритык. Могу успеть на час. С паузой должно получиться на час успеть. Но, если будет пробка, либо пробки, много пробок таких маленьких, затрудненное движение, то, конечно, не успею. Но, в любом случае, к двум я должен приехать. Я думаю, меня выгрузят. Просто, если приеду позже, то они работают до 4-х. Они уже не будут меня выгружать. Выгрузка длится где-то около 2-2,5 часов. Она вручную происходит. Поэтому, надо приехать желательно в часу. Максимум по второму. Но термин мой на час. Но, опять же, груз не мой. Как бы, если я опоздаю. Ничего страшного. Не мои, в общем, проблемы. Будем стараться успеть. Заглянул в ЦМР. И 10.30 время стоит. 10.30. 9-го, 12-го, 10-30. Но мои мне написали, получается, 13.00. Вот стоит выгрузка. 13.00. Но, я думаю, они, может, договорились еще что-то. Будем стараться на 13.00. Потому что 10.30, это нереально. Это Unreal. Доброе утро всем. Та-ра-ра-ра-рам. Делаем мы осмотр. Все как обычно. Крутое место. Смотрите, вон камеры висят. Так что, если даже меня здесь крали, то можно высредить преступников. Пломба на месте. Значит, все нормально. Все горит. Резина у нас сильно не торчит. Это меня радует. Пойдем еще, знаете, что, ребята, посмотрим. Седло, замок. Стоит в седле. Ну, в последнее время проверяю, короче, седло. Не знаю, что-то в голову так. Один раз пришла идея проверять. И проверяю постоянно. Седло. Все нормально. Стоим мы уже на молотках. Сейчас две минутки и будем ехать. Что я не могу понять, или я самый умный, или я китаец. Все стоят лицом ко мне, а я стою наоборот. Но на самом деле, мне кажется, что я из всех правильно стою. Или здесь можно и так, и так стоять. Потому что я заезжал через заправку, и там стрелочки, указатель на паркинг. И, вот смотрите, и здесь, получается, стрелочки на выезд. То есть, эта машина будет выезжать сюда, что ли? То есть, ей нужно вот так выезжать. Правильный выезд с елки в сторону наклона елки. Правильно, ребята? Так что, наоборот, мы единственные, кто правильно стоим на этой парковке. Как-то так. Чики-чики, все, уже пауза у нас. Ой, пауза, говорю. Молотки две минуты есть. Можно начинать движение. Это мой завтрак. Такой вот. Хурма и вафельки. И здесь еще кофе. Чисто так, чтобы червячка заморить. Позавтракать и уже где-то, поскольку я поем нормально. В десять часов я поем нормально. Но она с утра сильно кушать не хочется. Поэтому можно чисто так. Закинуться. Чтоб что-то было. Ну, выспался я. Не скажу, что выспался. Но нормально, нормально. Не первый раз в этом деле. Поэтому нормально. Поначалу, конечно, тяжело. Что это было. Как я помню, девять часов паузы. Это же вообще так мало. Это же вообще не выспаться. Надо и покушать, приготовить. Надо и то, и все. Ну, а сейчас это как-то. Семь часов поспал. Вроде нормально. В привычку входит уже просто. Так, это сюда поставим. Будем кушать. Шапку бросим туда. Все, вроде как я готов ехать. Начинаем наше движение. Ну, реально, я здесь единственный, кто правильно запаркован. Ну, эти машины, смотрите, им выезжать. Либо против стрелок вот этих. Либо вот так вот заламываться нужно. Это неправильно. Вот стрелочки нарисованы на выезд. Ну, и на дальнейшей парковке. То есть, где здесь у нас выезд. Второй раз я на этой парковке. Вот, смотрим. Здесь вот стрелочки у нас. Ну, вот по этому ряду еще машины более-менее получается. И то у них здесь сплошная. То есть, надо становиться туда лицом. Если по логике сплошную, они не могут пересекать. Ну, это парковка, как бы можно. Но все равно машины должны туда лицом стоять все. Я не знаю, что они так позаезжали. Наверное, один встал и все повторили. Вот, по стрелочкам выезжаем. Все четко. Все четко, все четко. Так, давай легковушка. Это что-то. Ладно, поехали. Подождет. Все, пока, Польша. Я уже, ребята, почти в Германии. И у меня сейчас буквально 100 метров, и я буду в Германии. Тут уже граница. Здесь меня была полиция остановила, когда я в Польшу заезжал. Не знаю, с чем связано. Остановили таки. Ну, и начинаем мы разговаривать. Он видит, что по-польски я разговариваю не как поляк. И получается, говорит, Украина, а я говорю, не, Беларусь. А, Беларусь, добра, добра. И даже, знаете, вот их пост. И даже, знаете, они у меня не посмотрели ничего. Спросили номер машины почему-то и номер прицепа. Записали себе. И все. Я поехал. Себе спокойно. Беларусам поблажка здесь. Так, здесь вот тоже, возможно, полиция сейчас стоит. И там что-то тоже происходит. Да, здесь полиция стоит. С левой стороны. Это уже немецкая сторона, ребят, вот. Граница. Здесь вот мост. И этот мост, это получается граница. Впереди там что-то случилось. Или проверка какая-то. Даже в очереди нужно будет постоять. Обычно здесь вообще спокойно проезжаешь. Что-то хотят посмотреть, наверное. Вот, останавливают нас уже. Будем останавливаться. Ладненько, включусь попозже. Что-то там случилось. Мне вообще показалось, что там накрыли какую-то контрабанду. Потому что полицейских машин, микроавтобусов, наверное, около десяти. И стоит какой-то грузовик. И, в общем, там все раскрыто. И они там что-то смотрят. Что-то там произошло по-любому нелегальное и нечистое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, ребята, сейчас мы проехали 550 километров. Для вас они показались буквально на полтора-две минутки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А для меня на семь часов даже больше. Коллега вот стоит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотрим. У нас уже есть задание в Нюрнберге. Ночная загрузка запчасти. Сейчас просто вопрос, вылезет ли меня. Они до четырех. Сейчас 15 минут второго. Сейчас узнаем это. Едем под рамку. Сейчас будем ожидать. Говорит, что ты опоздал? Так, касса, раз, два, три, четыре. Касса и вот здесь. Че я опоздал? Потому что... Потому что дуртом, бля, поэтому я опоздал. Не мои проблемы. Говорят, что штрафуют там на 50 евро за опоздание. Мне вообще пофиг это. Не мои проблемы. Что-то на сон так потянуло, господа. Погода пасмурная, дождь идет, мокрый снег, дождь. Стою уже полтора часа, что-то на спалку лег. Чуть не уснул. Ну, уже вот-вот должны выгрузить. Там ерунда осталась. Уже не вижу, чтоб тент торчал. Уже где-то вот близко к концу подходит. Поеду в Нюрнберг, там оставлю прицеп, схожу в душ. Пожарю картошечки все, наверное, с мясом. И буду ложиться спать. Уже у меня, короче, у меня, короче, девяток уже нету. Сегодня у нас среда. А не, еще одна девятка есть. Одна девятка у меня осталась. Понедельник девять часов брал. Во вторник, с вторника на среду. Ну и сейчас пока в Нюрнберг приеду. Пускай к шести я там отцеплюсь. Еще поперечки сложить. Ну, одиннадцать, наверное, пауза будет. А смена? Сколько у меня смена будет? О, смена. Тринадцать, я думаю, выложимся мы. Тринадцать часов. Пять с половиной часов. За три с половиной часа. Думаю, должно получиться. В общем, все, ребята. Всем спасибо за просмотр. Подписочка на канал. Колокольчик не забываем. Всем пока.